Найти работу власти помогают и инвалидам. К началу года на предприятиях области создали больше трех тысяч рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Больше половины из них уже заняты инвалидами. На одном из предприятий, на котором работают несколько людей с ограниченными возможностями, побывала и наша съемочная группа. Сотрудница швейного предприятия Наталья Захваткина на производстве занимается не только утюжкой, комплектовкой, но и приклеиванием этикеток на готовые изделия. Все это девушка-инвалид детства освоила за два года. Наталья признается, работать в швейном цехе ей нравится, но не всегда бывает легко. Мне нравится здесь учат, воспитывать, учат. Но тут я выполняю. Если, например, я этих не понимаю, то я подхожу, подсказываю, что надо делать, как правильно делать. Помимо Натальи на предприятии работают еще две девушки с ограниченными возможностями. Например, сотрудница Юля слабослышащая, но в работе этот дефект ей не мешает. На предприятии для девушки создали специальные условия. Например, установили звонок, с помощью которого она может связаться с мастером, не покидая своего рабочего. Все условия, которые необходимы для работников с ограниченными возможностями, прописаны в индивидуальной программе. В этой бумаге, которую показывает руководитель швейного предприятия Людмила Сенина, также указано, что можно и чего нельзя делать инвалидам на производстве. Полагаясь на бумаге, работодатель и создает необходимые условия для своих сотрудников. Когда инвалиды работают с инвалидами, это не очень хорошо. Они остаются на том же статусе, на том же уровне. А вот девочки, которые пришли к нам слабослышащие, мы же их все равно заставляем разговаривать. То есть они уже начинают говорить все равно. То есть если бы они работали вдвоем, они бы просто руками объяснялись и все. А когда ты ее переспрашиваешь, что, что, то она все равно старается говорить. Я думаю, что это им тоже найдет на пользу. Почти всех сотрудников Людмилы Сениной помогли найти в службе занятости. И, как признается руководитель швейного предприятия, если ей предложат взять на работу еще одного сотрудника с ограниченными возможностями, то она возьмет их, не задумываясь. Надежда Шабалина, Антон Мамаев, Бюро новостей Довича.